Итак, всем привет, с вами НДОБГ, и мы продолжаем играть за крестоносную Польшу. С нами Бог и Сын Его Иисус, и мы сейчас начинаем наш крестовый поход на восток. Так что, если вы тоже любите пропускать таблетки, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. И фактически у нас Иисус-минус, всё здесь готово. Авиация стоит на генералах, кстати говоря, почему-то они её только в дефт поставили. Ну, наверное, начнутся боевые действия, переставят в атаку, да. Но, тем не менее, у нас только одна механизированная армия, вторая уже, в принципе, кстати говоря, готова, поэтому давайте-ка её сюда тоже поставим. Да, вообще, вся же готова, да, вся готова. Так что, давайте её сюда зарядим. Почему нет? И прям вот так, наверное. Вот так. Отлично, и теперь сюда поставим в команде генерала тоже, ну, вот этого, допустим. Отлично, теперь все готовы, я так и оставлю 6 из 5, типа, потерпим. А, нет, не оставлю, кайф. У нас есть доступный перк, так что мы можем даже вот этих теорий переназначить, но уже ладно. Давайте сейчас все ребята переставят, переставятся на свои позиции, добьют планирование, на всех случаях укрепления кому-то может быть. И мы будем начинать. Ну что ж, время очищать землю от посланников ада, интернационала, да. Я точно, я точно принимал сегодня таблетки, пожалуйста, не заставляйте меня принимать ещё. А мы идём, кстати говоря, на Петроград, почему-то не идём, идём туда тоже. Форсированная защита происходит у российских коммунистов, но, по-моему, это просто трата ресурсов. Авиация, да, на регионы начала нормально становиться, хотя, конечно, маловато где-то что-то, да, но пойдёт. Чтобы потерять, давайте самое интересное, мы потерим. Давайте их сфере обрезаем всех. Почему нет? 90 тысяч, 100 тысяч против 400. В общем, это 4 к тому где-то мы размениваемся. Учитывая то, что у нас просто, ну, тонна пехоты, меня, в принципе, это устраивает плюс-минус. Как бы, да, я, в принципе, и поэтому и хотел перейти на механ, потому что потери были бы меньше у механа. Ну, меня устроит. Вот здесь вот у нас прямо ещё специализированный механ стоит, то есть весь фронт, и отдельно механ ещё в Москву идёт. Я думаю, эта идея неплохая, и мы её достаточно быстро возьмём. Другой вопрос в том, что придётся, скорее всего, идти, как обычно, до Екатеринбурга. Ну, тут уже ничего не поделаешь. Кстати, временем тут есть варианты поделать судьбы стран. И вообще, кстати говоря, у нас тоже особо нету варианта Англии выделить отдельно. Давайте-ка... С шладём марионеткой, почему нет? Фландрия дадим Нидерландам. Волония лояльная. А что по Франции и Англии? Неужели ивенты уже прошли? Тогда это грустно. Вообще, не должны были пройти в теории. Неужели прошло уже два месяца? Видимо, да, пока я прятался от санитаров, вот уже и срок прошёл. Ну, ладно. Самое главное, добить уже Российскую Трудовую Республику, и тут уже миллион потерь. Но мы тоже, видите, не отстаём. 400 тысяч. Как я и говорил, просто обычная пехота, да, теряет очень много людей. И тому же мы находимся под третьей доктриной, и, объективно говоря, вторая намного лучше. Вот в такой ситуации, когда мы просто наступаем. Всё, если бы мы остановили наступление, там, да, туда-сюда, у нас было бы меньше потерь. Мы бы планирование снова набили. Опять-таки, это было бы намного лучше. Но зачем останавливаться? Это уже наш последний финальный крестовый поход, и у нас хватает добровольцев. Кстати говоря, авиация тут тоже разменивается в интересных числах, я так скажу, да. Ну, как я и говорил, дали возможность конструировать свои самолёты, и Ишка в итоге их не умеет конструировать, и разменивается вот так. Если бы они хотя бы были одинаковыми, то, я думаю, шансов у Ишек было бы намного больше. У них, как минимум, были бы такие же по качеству самолёты, и размины были бы намного нормальнее, я бы сказал. Тем не менее, логистика у нас всё ещё в огромных количествах всего. У нас людей ещё тоже много, кстати говоря, можно ещё и... В принципе, к военной экономике в скупочках нельзя, потому что у нас не хватает, наверное, поддержки войны на это, да. То есть мы не можем демобилизоваться, потому что у нас не хватает поддержки войны. Господи, это очень смешно. Ну вот Севастополь нам стрёт своими этими ивентами постоянно, и стабильность, и поддержку войны подрывает этим. Ну, наверное, ничего с этим не поделать. Если говорят, триги железнодорожных орудий в Петрограде, господи. Какой ужас. Они реально тоже пошли в билд, так сказать, тяжёлой артиллерии, только решили взять сверхтяжелую артиллерию. Тем не менее, мы его берём, и походу мы сейчас захватим эту тяжёлую артиллерию. И вот мы взяли, собственно говоря, Петроград. Я думаю, Иисус Христос наш, как обычно, дал какую-нибудь речь где-нибудь там. А, ЖД, да, мы сейчас должны захватить, в теории, ну-ка. Последняя провинция. А Финляндия ещё тоже, да? Блин, Финляндия ещё тоже. Ну вот, да, мы всё равно, тем не менее, захватили. Давайте-ка, попередаём. Железнодорожные орудия нашим армиям, и они их не будут использовать. Ну, как обычно. Нет, начали использоваться. Ну, может где-то поможет чуть-чуть. Здесь ещё Финляндия, конечно, есть, но великая держава только Россия тут, поэтому достаточно её капнуть. Ну, достаточно её капнуть, в скобочках ещё попробую её капнуть, здесь только захватывать всего надо. Но мы можем немножко помочь себе, вот здесь вот, начав поддержку войны, забивать. Всё-таки она, видите, меньше сотки, и её реально подзабить побольше. И у нас вот отдельный фронт получился. Поэтому давайте-ка тоже ему делаем приказ туда атаковать. А, ну... А, да, как обычно, фронты здесь свои приколы показывают. Ну, у них есть эта проблема, как обычно. И Катеринбург уже недалеко, да? Ну да, я думаю, примерно к нему уже Россия должна капитулировать. А Перу требует что? Удачи вам, ребята. И вот смогли мы уже поддержку войны до 50 поднять, и бам. А вот хуй вам. Враждебное государство, фабрик меньше. Всё, ты не можешь демобилизоваться. У рогов слишком мало фабрик. Эх, это, конечно, так смешно всегда. Почему здесь нету варианта? Типа, просто у вас мобилизация побольше. То есть, почему нельзя всегда откатываться пониже? Это немножко смешно, конечно, всегда выглядит, но ладно. И, тем временем, наши рыцари Священного Грааля доходят уже до Екатеринбурга, и скоро наш крестовой поход закончится. Финляндия уже капитулировала, и Россия, я думаю, будет там же. Вот мы взяли Екатеринбург, и... И нет, ещё рано. Блин, ну вот реально нам что, вот где-то до сюда идти? Но ещё тут Архангельск давайте возьмём уже, ладно. Ну, конечно, да. Конечно, затянута война. Потеряли мы много наших бравых крестоносцев в этом походе, но ничего, ничего. И вот оно. Мы, наконец-таки, закончили наш поход. Можно мы теперь вернуться домой и отпраздновать победу Иисуса Христа в этом мире. Но что я могу сказать? Теперь божественная воля никем не будет больше оспариваться. Ведь очевидно, что только с божественной помощью Польша смогла победить в Европе. Вообще, думаю, можно в принципе на этом и закончить, потому что, ну, у нас уже промышленность огромная, добивать какие-то нейтральные страны было бы просто невероятно просто. И как бы уже ладно. Не слишком долго получилась кампания, в крайней мере, по серия, по датам уже 44-й год, чёрт возьми. Ну, не очень насыщенная она была в промежутках, где мы ждали какой-нибудь промышленности. И таблеток от, как бы, ну, выполнили. А с вами был Дубгай. Подписывайтесь, если вы ещё вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, Дискорд, Твич, ребят. Всё как обычно. И до скорых встреч. Пока.